Всем привет! Продолжаем изучать Play. И начнем рассматривать некие внутренности, а именно поговорим об Аке. То есть в прошлый раз мы выяснили, что Play построен на Аке. То есть вся его инфраструктура Play держится на Аке. Что такое Ака? Ака это значит огромный фреймворк, который реализует актерную модель. Рассказывать особо про Аку я не буду. Вам придется здесь это больше самостоятельно. Я лишь расскажу некоторые ключевые особенности, которые будут нужны нам. Так, первое, первое, что нужно об этих акторах сказать. Так, я здесь подготовил несколько картинок, несколько картинок, которые расскажут о происходящем. Значит, что такое актерная модель? По большому счету, это можно изобретить следующим. Вы создаете некие актеры, которые общаются между собой посредством сообщений. Эти актеры имеют специальный mailbox, то есть почтовый ящик, куда вы складываете сообщения. Этот почтовый ящик обычно-обычно действует по принципу очереди, но вы там его можете настроить особым образом. Актер вынимает из почтового ящика сообщений, читает и что-то делает. Самый популярный метод обмена сообщениями – это просто send, просто послать. Это наиболее популярный и самый эффективный способ общения между актерами. Но также мы можем их спросить. Спросить здесь, хотя данной связи нет, но... Так, может здесь есть? Да, вот здесь вот, например, связь ASK, скажем так, изображена. То есть двухнаправленная. Любой актер может спросить другого актора. Спросить какой-нибудь... Ну, что-нибудь спросить. Что-нибудь спросить. Так. Это первый аспект, который важен. Второй аспект. Сама акка организована, скажем так... Есть некая точка старта. И эта точка старта у нас называется Актер Систем. Актер Систем. И из нее, из нее, там, под ней, скажем так, создается два пути. Два пути. User Guardian. То есть вот в этой ветке мы будем создавать наши конкретные актеры. И System Guardian. Ну, это системные. Мы будем работать вот здесь. Мы будем создавать свои актеры здесь. То есть они находятся, скажем так, в древовидном отношении к юзеру. Скажем, некому главному. Некому главному актеру. Под которым мы будем создавать наши актеры. Наши актеры могут создавать другие актеры. То есть мы можем таким образом некие зависимости. То есть не только горизонтально, горизонтально строить отношения между актерами, но и вертикально. Актер может послать сообщения кому угодно. Самое главное, чтобы он знал, кому посылать. То есть, чтобы он знал путь. Чтобы он знал путь. Вот здесь написано путь. User. User. Сам актер. Следующий. User. Сам актер. Child. То есть вот это user. Вот это сам актер. А это сам child. То есть у каждого актера, поскольку здесь у нас, скажем, акка построена, древовидно, древовидно. Вот поэтому у них вот такие вот имена у актеров. И за каждым актером присваивается, присваивается какой, вот такой вот путь. То есть мы работаем не ссылками, не напрямую ссылками. Мы работаем, скажем так, с путями. С путями. Потому что, потому что, почему? Потому что наш актер может умереть. А вот эта ссылка, она будет все время существовать. То есть вот этот путь. Окей. Повторюсь, если вы в действительности хорошо хотите разобраться в акке, то это на самостоятельность. Самостоятельность. Я буду лишь обозначать некоторые базовые, базовые вещи. И какие-то важные вещи, когда будем рассматривать что-то конкретное. Итак. Значит, значит, значит. Наш плей построен вот на этом акте. На этой актерной системе. На акте. Которые нам предоставляют скоординированные актеры. Они как-то там между собой общаются. Их построить можно просто гигантское количество. Просто гигантское количество. На один гигабайт вы актеров можете, обычных актеров там без этих, без состояния порядка, ну миллиона, даже больше, чем миллиона, порядка... Я видел цифру до 2,5 миллиона. По-моему, на главной странице. На главной странице даже есть. Так. Ака. По-моему, даже эта цифра на главной странице обозначена. Окей, окей. Давайте посмотрим, посмотрим. Да. Да, 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 да. То есть, сами актеры, они очень-очень дешевые. 2,5 миллиона актеров можно на гигабайт. Это просто... Это просто... Дает вам... Ну, невероятную, невероятную мощь. Ну, и вот еще это, еще одна картинка, иллюстрирующая, вот это же самое. Окей, 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 окей. Значит, цель-то какая? Цель какая? Да, к чему я об актерах поговорил, начал поговорить. В общем и целом, я буду концентрироваться в основном, на, скажем так, на бэхэнд-части. На бэхэнд-части. Никакой фронт-энда. То есть, HTML и вот этими прочими вещами особо заниматься не будем. В основном будем уделять внимание возможностям сервисов. То есть, какой-то внутренней кухне. Внутренней кухне. А фронт-энд будет очень-очень простым. Такс. А поскольку у нас Play построен на Акке, то мы должны разбираться в Акке. И... И... Я вот сегодня предлагаю воспользоваться, воспользоваться нашей кухней. Нашей кухней. То есть, воспользоваться акторной системой Play. То есть, любого приложения. Любое приложение у нас имеет акторную систему. Имеет акторную систему. И мы благодаря ей вместо того, чтобы плодить, плодить свои акторные системы. На самом деле, вы акторных систем, то есть, неких контекстов. Это вот, смотрите... Вот у Спринга, да? У Спринга есть свой контекст. Но вам ничто не мешает поднять еще один контекст. То есть, грубо говоря, у вас будет как будто два контейнера, два контейнера, в которых живут свои собственные бены. И точно так же у ак... у актор систем. Так, где здесь? Вот. Также Play, у него есть, скажем так, основная акторная система, на которой все это дело разворачивается. И вместо того, чтобы поднимать еще одну одну акторную систему, мы воспользуемся, воспользуемся вот этой акторной системой, чтобы создать свои акторы. Свои акторы. Я сегодня хочу сделать некое подобие работы по расписанию. Посмотреть, как сделать Прилод. И посмотрим, как создать простой актор благодаря этой акторной системе. Вот такой план. Вот такой план. Значит, для этого что нам нужно? Давайте идем вот сюда. Так, вот у меня открыто. Вот это, вот это, скажем так, некий, некий, некий стартер, некий стартер. В смысле, вы здесь можете сделать, вот ваше приложение загружается, и вам нужен какой-то Прилод, какой-то стартап до того, как все это дело у вас, основное приложение запустится, вам нужно что-то поднять. И я вот предлагаю вот здесь поднять, поднять, нашу ветку, вот, нашу ветку, нашу векту акторов. То есть, я создам какой-то главный актор, и под ним я создам, создам актор, который будет работать по расписанию. Окей, давайте, давайте заведем специальную папку, я ее назову services, services, services actors, services actors, services actors, supervisor, 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 любой актор, любой актор, помимо того, что он выполняет функции, вот, основные свои функции как акторы, он еще служит неким супервайзером, то есть, неким наблюдателем за за акторами, которые находятся под ним, под ним, то есть, он, скажем так, некий начальник, если, если что-то не так происходит с его подчиненными, он, как начальник, он решает, что делать. Он может перезапустить, он может остановить, или он может, если не знает, что делать, перенаправить вышестоящему начальнику какое-то сообщение. Так что я предлагаю создать в качестве, скажем, основного, основного актора, главного, некого супервайзера, который ничего не будет делать, кроме того, как создавать дочерние акторы и каким-то образом их над ними контролировать, то есть, как-то реагировать, если его дочерний актор, его подчиненные акторы, то есть, как зафейлиться. Любой актор у нас создается очень простым способом, вернее, описывается, мы сейчас описанием пока занимаемся. пишем экстенс, актакс. Сразу говорю, что, поскольку у нас плей построен на акке, у нас все зависимости, необходимые, минимальный комплект, по крайней мере, точно есть. Точно есть. То есть, мы сразу можем импортировать акка акта. Нам не нужно никакие дополнительные зависимости подключать. теперь нам здесь подчеркивают колонн красных, потому что под шлюму любой актор должен, должен реализовать следующий метод. Метод ресив, метод получить. Но он у нас будет пустым. Давайте вот таким образом. то есть, он любое входящее будет просто пропускать пока. У любого актора есть какой-то жизненный цикл. Сегодня мы в него особо углубляться не будем, а просто воспользуемся некоторым методом. так, вот воспользуемся престартом, престартом. То есть, когда данный данный супервизор у нас стартанет, будет момент, когда вызовется перед основным и его жизненным циклом будет обязательно выдана функция престарт. И в ней мы создадим наш дочерний актор. Давайте создадим дочерний актор. здесь он создается следующим образом. Мы вызываем контекст, 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 а, я пропустил контекст, а это нам всегда доступно. Затем мы пишем актор of. Здесь мы пишем props и здесь мы пишем имя класса. И затем мы передаем имя. Имя, имя, имя. Имя у нас будет давайте его назовем timer ой. Я его сразу на будущее создам я его mail 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 я его назову как mail то есть это у меня будет класс который отвечает за некую рассылку писем по расписанию. Но мы сегодня почтой заниматься конкретно не будем просто сделаем некие приготовления на будущее на будущее так теперь мне нужно sender хотя давайте нет давайте я как изначить я вообще хотел его sender назвать sender animaler ok sender 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 сейчас мне нужно создать этот класс в новом пайле мы его создадим никакой это у нас не кейс класс а обычный класс пока мы заниматься не будем то есть вот таким образом мы создаем акторы других акторов то есть мы используем текущий контекст текущий контекст это относится вот текущему актору в котором вы пишете в котором вы пишете так теперь давайте давайте все это дело описывать наш наш актор который будет посылать и делать рассылки по расписанию актор снова импортируем снова нам нужно нам нужно а что нам нужно нам нужно имплементировать метод receive то есть метод receive это метод получи получи сообщение и как ты его обработай я сразу заведу object sender то есть компаньон в котором я опишу типы сообщений которые sender у меня будет получать для этого я создам trade mailing причем сил 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 и кейс object mass mailing экстенж мейлин и кейс класс mail и здесь я ту стринг subject стринг и body стринг и снова экстендимся от mail вот такие сообщения наш актор сможет получать теперь нам нужно нам нужно описать поведение пишем кейс mail mail это мы пока обрабатывать никак не будем так здесь надо за импорт так mail мы сделаем по простому сегодня поскольку не не реализуем конкретную отправку сегодня просто познакомимся с акторами и как их запускать как пользоваться акторной системой плея send want send want send want email окей и нам нужно второй случай разбирать разобрать это если mass mailing mass mailing приходит то мы тоже отпечатаем print mass mailing mass mailing mass mailing now is mass mailing то есть некая продолжительная некая продолжительная работа так теперь нам нужно описать давайте я здесь добавлю так теперь 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 нам нужно описать то есть вот этот mass mailing у нас обычно осуществляется по расписанию по расписанию для этого нам нужно каким-то образом это расписание осуществить нам нужен нам нужен scheduler нам нужен scheduler то есть тот кто будет скажем так ответственен за то чтобы наш актор работал по расписанию создадим приватное поле хотя здесь все приватные это кстати не важно var почему var так schedule schedule потому что я не буду я не буду сразу сразу присваивать cancel 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 я не буду сразу присваивать а присвою я значение когда у меня все это дело стартанет так то есть мне нужно опять override и сделать pre-start окей теперь я беру наш scheduler и обращаюсь снова к контексту наш контекст это сам актор затем я обращаюсь к системе к акторной системе то есть любой актор может обратиться к акторной системе вот я бежу system и и систему систему у системы есть scheduler и я настраиваю этот scheduler то есть вызываю middle schedule и теперь мне нужно настроить настроить поведение пишем initial delay я здесь возьму очень небольшие интервалы так мне нужно заимпортить импорт скала конкурент дурэйшен так дальше интервал интервал то есть периодичность то есть наша периодичность кому мы назначаем мы назначаем self каждый каждый актор имеет поле self каждый актор имеет поле означает самого себя то есть он возвращает самого себя и и и и какое сообщение какое сообщение у нас работа по расписанию работа по расписанию мы осуществляем через mass mailing поэтому тип сообщения мы mass mailing mass mailing то есть мы вот это отправляем ок, и здесь нужно еще указать executor context то есть каким образом это все у нас будет скажем так работать я здесь заморачиваться executor context не буду я сделаю просто global я просто глобалом воспользуюсь то есть scala, concurrent execution context так, implicit и global все так те кто не знает что такое global здесь вот значит это реализует трэдпул трэдпул где количество воркеров равно количество процессоров то есть мне в принципе пойдет мне в принципе пойдет окей я же когда буду отправлять на самом деле письма во первых отправляются весьма быстро во вторых мне не важно когда они в какой конкретный момент они отправятся когда я буду делать массовую рассылку тем более массовую рассылку обычно делают ну не так часто в общем то есть там раз в неделю или два раза в неделю с какой нибудь промо-акцией например окей, окей теперь когда этот актер актер у меня захочет закругляться закругляться я должен этот скедуэр 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 закрыть для этого я должен вот воспользуюсь воспользуюсь методом методом пост-оп то есть в очередной раз жизненным методом жизненным методом актера окей так и вроде как даже все вроде как даже все по-моему да по-моему если я не ошибся все все нормально теперь теперь нам нужно все это дело пристартить все это дело нужно как-то пристартом пристартом заняться для этого для этого вот смотрите здесь пристарте вот предлагается какой-то метод ой какой-то класс класс да взять его и как игр синглтон я предлагаю точно таким же образом сделать то есть делать application application timer то есть я предлагаю просто взять вот этот таким же образом сделать то есть создадим создадим некий стартер то есть некий стартер так создам я его start то есть тот который у меня будет поднимать поднимать так где main supervisor main supervisor а main supervisor у меня поднимет непосредственно sender значит я пишу startup startup actors я так назову синглтон окей я его single tone single single tone так теперь я сюда заинжекчу мою акторную модель я здесь использую inject inject и здесь я заинжекчу акторную модель не акторную модель а actor system actor system actor system это скажем так это как application context у spring очень очень по смыслу похоже actor system так мне нужно заимпорт окей и здесь у меня будет одно поле супер вайзер вайзер супер вайзер супер вайзер супер вайзер значит я беру акторную акторную систему да акторную систему и актор и здесь здесь я снова пишу опять props импортирую props 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 и пишу пишу имя класса имя класса имя класса у нас main supervisor и дам я ему этому супер вайзер имя супер вайзер супер вайзер то есть вот я поднял поднимаю здесь нашего супер вайзера этот супер вайзер нам когда он создастся создаст нашего сендера который работает по расписанию и и и последнее что нужно сделать нам нужно нам нужно взять вот этот вайн давайте вот не будем даже а просто скопируем и здесь здесь вставим наш старт ап старт ап актерс окей здесь пока ничего удалять не будем вот это вот пускай пока остается потом все это дело настроим и все вроде как так вот у меня значит запускается наш стартап здесь в котором у нас в котором в котором у нас есть поле оно инициализируется то есть поднимется у нас супервайзер супервайзер у нас поднимет сендер 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 который у нас работает по расписанию все 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 так это 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 симка он мне пока не нужен так все давайте запускаем и смотрим что у нас должна быть вот это вот сенд сенд маз надпись постоянно появляться неудачно здесь хотя давайте я то есть не каждую не не принт а принт но но работает то есть каждые 5 секунд каждые 5 секунд у меня все работает и затем у меня еще запустилось мое основное приложение мое приложение я уже забыл так так какой там у нас путь путь мейн вот наш welcome to the jungle очень очень простой но как мы видим то есть у нас наш html работает отвечает но также мы запустили некий некий сервис то есть каждые 5 секунд каждые 5 секунд я потерялся происходит у нас происходит некая массовая массовая рассылка окей давайте сделаем это по-нормальному остановлю и запущу и как мы видим все то же самое но более более правильно не то что правильно наблюдать наблюдать проще чем когда в одну строчку наблюдать проще когда все в одну строчку ну ну давай еще отправляю одну а хотя я не ну вот только что проскочила ладно вот так вот так теперь я все дело остановлю вот таким образом мы можем создавать наши акторы наши акторы таким простым способом когда мы скажем так некие некие главные акторы некие некие главные акторы создаем то есть прямо под 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 user guardian то мы обычно создаем system actor of а все последующие акторы мы создаем context actor of context это имеется ввиду ну вот мы с вами уже это дело разбирали так здесь main супер вот context context это смысл вот текущая актор и в нем мы создадим дочерний актор наш подчиненный актор над которым мы можем наблюдать вот этот актор автоматически становится супервайзером супервайзером для сэндера для сэндера но о том как 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 это все дело отслеживать то то есть как как реагировать когда один фейлится какой-то актор фейлится мы поговорим как-нибудь в другой раз сегодня у нас была цель что есть некое что во-первых play у нас построен на акке как мы выяснили там значит существует некая некая акторная система ее аналогом в спринге был бы некий вот этот application context и благодаря этой акторной системе мы можем начать начать производство наших личных акторов наших акторов причем акторы у нас строятся в некой древовидной структуре какое наше дерево будет это это наш выбор это наш выбор то есть мы можем одному одному на одному повесить тысячи тысячи акторов если нам вздумается это сделать окей и познакомились мы еще сегодня как можно организовать организовать работу по расписанию для этого нам нужно у актор систем у актор систем настроить скажем так некий скейдер некий планировщик некий планировщик у системы этим планировщикам мы поставляем время кому и что и также здесь еще есть implicit параметр то есть нам нужен какой-то пул который все это дело будет запускать в нашем случае достаточно глобального достаточно глобального то есть у меня например это 4 логических 2 обычных ядра окей но на более крупных машинах вам придется вам придется создать свой экзекьютор контекст и внедрить его и внедрить его потому что если у вас очень мощная машина нет смысла на все ядра это весить хоть и не будет он использовать но все равно нет смысла лучше настраивать настраивать под те потребности которые реально существуют вот так вот так вот изучайте play изучайте акку see you next time я Продолжение следует...